В попытке найти ответы на вопросы зрителей канала «Голос Силиконовой Долины» мы оказались в офисе юридической компании «White Summers». И вот если мы глянем на дверь, тут написано, что они занимаются «Carport Technology and International Law». Сегодня мы беседуем с Инной Ефимчик. Инна является партнером компании «White Summers». И компания занимается венчурным финансиром, я так понимаю. Это на самом деле далеко от того вопроса, который нам был задан, но мы попросим Инну на эту тему тоже поговорить. Значит, у нас Максим спрашивает, какие есть преимущества, если есть, в создании технологической компании, наверное, стартапа в Силиконовой Долине. И как бы он специально уточняет, что компания создается иностранцем, и мы сравниваем, вот если это не в Силиконовой Долине, а в целом по Калифорнии, в любом другом месте, или может быть не в Калифорнии, а где-то еще в другом штате. Вот что мы можем сказать на эту тему? Ну, во-первых, я хочу уточнить, что мы говорим именно о том, где открывать компании физически, а не о том, где компания регистрируется, потому что это два разных вопроса. Я так понимаю, на данный момент вопрос заключается в том, где физически располагать компанию, где открывать офис, где нанимать людей. Вот, и на этот вопрос я и отвечу. Ну, пожалуйста. Значит, Силиконовая Долина, в общем-то, известный центр стартапов, и за счет этого здесь, конечно, есть много плюсов открывать компанию. Но давайте мы пройдемся по разным категориям и сравним вот Силиконовую Долину с другими местами, как в Калифорнии, так и в других штатах. Значит, первый вопрос это, как и где нанимаются люди, сотрудники. Потому что если компания будет хорошо развиваться, нужны квалифицированные кадры для этой компании. Силиконовая Долина, конечно, в этом имеет большое преимущество над практически любым другим центром в Америке, потому что здесь практически в любой индустрии, в которой технологический стартап может развиваться, есть кадры как бизнес-кадры, как технологические. Ну, практически любые люди, которых можно искать, их здесь много. Есть из кого выбрать. Значит, второй момент это инвестирование. Большинство технологических компаний, они рассчитывают на то, что они найдут таких инвесторов, которые будут какое-то время их поддерживать, до того, как они выйдут и будут прибыльными. И очень большое количество инвесторов находится в Силиконовой Долине. Инвесторы, в общем-то, любят инвестировать близко к дому. Им это проще, удобнее, когда они могут подъехать на собрание совета директоров, это в 15 минутах от их офиса, когда все близко и понятно, и можно на ланч ходить с основателями раз в два месяца. Ну, то есть, это удобно. В общем-то, то, что здесь такая масса этих инвесторов, это, конечно, большой плюс. Я был на одном мероприятии, и там огласили такую цифру, там сказали, что 40% мирового венчурного капитала находится в Силиконовой Долине, то есть на расстоянии 15-20 минут от эпицентра этого всего. Да, очень может быть. И момент, который связан с первыми двумя, которые я обсудила, это то, что здесь просто большая такая среда этих технологических компаний, среда людей, которые уже построили стартап успешно, продали его, могут чему-то научить, они ведут семинары, они ходят на какие-то стартаповские тусовки. Постоянные тусовки почти каждый день. Если поставить себе такую задачу, можно каждый день ходить на какое-то мероприятие, связанное со стартапами, и встречаться с интересными людьми, какую-то для себя подчеркивать новую информацию. То есть, в общем-то, это действительно очень интересное место, если важно в среде в какой-то вращаться. Может быть, ты видела, есть видео на YouTube, там девушка, она приехала из Москвы пару месяцев буквально, она в Силиконовой Долине, и она как раз по стартапам. И она даже уже начинает по-русски говорить с англицизмами, и она каждый день на какой-то тусовке, на каком-то мероприятии, она вся, то есть, за два месяца человек просто перевернулся весь, потому что есть где перевернуться. Да, ну, я конкретно этого видео не видела, но то, что здесь можно влиться в струю очень легко и перезнакомиться с массой людей довольно быстро, это факт, конечно. Вот, значит, это мы говорили о том, какие сильные стороны того, чтобы быть в Силиконовой Долине. Но, конечно, не все так чисто и гладко, а еще, скажу, за сильную сторону, что здесь очень хорошая погода, в принципе, здесь всем очень нравится находиться, мы видим здесь очень много людей, со всех... От этого минус того, что дороже стоит. Вот это мы переходим к следующему. Да, то есть, это стоимость. И, конечно, быть в Силиконовой Долине очень классно, но очень-очень дорого. То есть, здесь и снимать офис дороже, и нанимать людей дороже, и покупать бензин для машины дороже. То есть, вот все, что может быть дороже, здесь дороже, в общем. Но ведь есть же, скажем, стартап-инкубаторы, где, на самом деле, дешевле, чем просто офис снимать. Конечно, конечно. То есть, есть среда, вот как уже было сказано, есть такое пространство, где тебе помогают. Есть очень много инкубаторов, это правда. Есть такое понятие здесь co-working space, это какие-то места, вот даже в нашей фирме есть такое, что просто какое-то открытое место с партами, с интернет-доступом, и те, кто... Ну, в нашем случае это наши клиенты, но в других местах это те, кто зарегистрированы с этим co-working space. Иногда это открытые co-working spaces. Можно прийти и поработать, и, может быть, найти каких-то единомышленников тоже. Вот, то есть, в принципе, скажем так, за последние, допустим, 10 лет делать стартап стало гораздо дешевле в целом. То есть, есть очень много бесплатных или очень дешевых ресурсов. Но в Силиконовой долине все равно это делать в целом гораздо дороже, чем где-то еще. А можно я вот как бы постараюсь... Мое понимание вопроса изначального, когда Максим спрашивает, вот есть ли льготы какие-то? Он, может быть, имеет в виду, я не знаю, ну, что-то там, сертификат там на 100 долларов дают, или там что-то дешевле, или какие-то налоговые льготы, законодательное, может быть, что-то. Все-таки у нас тут офис юридический. Вот с точки зрения закона что-то есть? Ну, вот конкретно в Силиконовой долине и Калифорнии, я бы сказала, что это наш второй пункт, по которому не очень хорошо быть конкретно здесь, потому что в Калифорнии очень такое суровое законодательство, относящееся к трудовым отношениям, оно очень сильно защищает права сотрудника, а не компании. И вот, например, очень многие там иностранные какие-то компании, или даже компании просто из других штатов, у них абсолютно типично иметь положение в трудовом контракте о том, что сотрудник не будет соревноваться с этой компанией, на протяжении двух-пяти лет после того, как он уйдет из компании, он не пойдет работать в бизнес, который конкурирует, конкурирует с этой компанией или не откроет свой. А у нас так нельзя? В Калифорнии это запрещено законом. Вообще запрещено? Вообще запрещено. Мало того, если такое положение встроено в контракт, весь контракт может суд выкинуть. А я сколько раз подписывал, мне говорят, я в течение года обязуюсь. Это есть другое положение, которое нужно не путать, это называется non-solicitation. То есть в течение года вы обязуетесь, что вы, например, сотрудников того места, где вы работали, не будете переманивать в свою компанию, или туда, куда вы перешли. Ну, минуточку, но если я работаю на Google, меня переманивает конкурент Google, а я знаю секреты, и я эти секреты принес. Это что, это легально? Нет, вы не имеете права, значит, надо не путать, да, вы можете идти работать куда угодно, но когда вы пойдете работать, куда скажем, Apple вас переманил, да? Допустим. Переманил Apple. Когда вы идете работать в Apple, вы подпишите договоренность, что вы не берете с собой никаких секретов Google, правильно? Потому что Apple тоже не надо, чтобы Google их судил. и вы должны определить для себя, вот это то, что я знаю, это все знают, да, то есть это, допустим, основы C++, это там что-то такое, а вот это конкретно, да, секреты, там, я бы не могу рассказать. Насколько это реально применяется, да, это уже другое. Я хочу сказать, что я вот сейчас пытаюсь себя поставить на место людей, которые нас слушают, и я думаю, в тот момент, вот когда ты сказала, что Apple это тоже не надо, чтобы его судили, в этот момент многие вздрогнули, потому что они думают, что Apple-то только и хочет тебя нанять, чтобы ты секреты-то принес, а он, оказывается, не хочет секреты. Ну, есть такая очень серая такая область, да, между тем, что просто вот знания, да, когда где-то работаешь, приобретаешь опыт, приобретаешь знания в какой-то индустрии. Это твое. И это твое. Но дальше вот есть такая серая радость, где вот это и то, что именно уникально и секрет в той компании, в которой ты работаешь, это не твое, и это нельзя с собой забирать, и нужно, в общем-то, очень аккуратно об этом думать, когда что ты сможешь. Компания тебе говорит, вот это мой секрет, она тебе говорит, что это секрет, или должен сам соображать? Ну, в зависимости от того, что это. Если это там патент какой-то, да, то это очевидно. Если это какой-то трейд-секрет именно, то есть секрет индустрии, секрет компании, по идее, для того, чтобы поддерживать эту защиту, компания должна принимать много разных мер. То есть они, по идее, должны делать так, чтобы это было очевидно. А вот почему, например, такое количество компаний регистрируется, раз мы говорим про разницу между офисом и регистрацией, почему они регистрируются в штате Делавер? Чем Делавер такой магнит вообще? Ну, это отдельная, очень длинная дискуссия, и не очевидно, что Делавер это оптимальный штат, в котором регистрироваться. И мы даже видим, что некоторые большие компании оттуда ушли, как, например, Microsoft, который был зарегистрирован в Делавер, и теперь они зарегистрированы в Вашингтоне. Это большие. Большие, да. Значит, исторически Делавер, ну, как бы это было их позиционирование, они хотели зарабатывать на том, чтобы быть очень хорошим местом, где компания регистрироваться. Они на этом зарабатывают, у них хорошая инфраструктура. И исторически они это сделали уже давно. Много корпораций туда пришло. И у них, значит, в Америке прецедентное право, поэтому очень много законодательства, которое не прописано, в законах нет. Закон, оно идет от судов, от практики суда. От практики суда. Значит, за счет того, что в Делавере уже скопилась критическая масса этих компаний, у них уже было много разных судов, уже относительно точно можно понять, как, какое дело разрешится. То есть там больше предсказуемости. Там больше предсказуемости. Там немножко лучше такая защита. В общем, это штат, в котором хорошо быть публичным компаниям. Но так как вот это все венчурные дела начались, в общем-то, начались, этого не было такого, инвесторы пришли из публичных секторов, то они уже чувствовали уровень комфорта с Делавером и потянули туда стартапы. С точки зрения, вот допустим, Максима, который живет в России, явно у него нет какой-то большой компании, чтобы там начать операции в Соединенных Штатах. Он смотрит с точки зрения вот маленькой компании начать. Вот ему, вот он приехал, он, конечно, он может здесь иметь бизнес, снять офис и зарегистрироваться в Делавере. В какой момент для него имеет смысл смотреть на то, где регистрироваться? Потому что разная стоимость обслуживания, разная стоимость регистрации, разная стоимость услуг, там всевозможных. Вот когда есть смысл смотреть на это? Ну, это лучше всего зарегистрироваться сразу в правильном месте, а не потом менять регистрацию, потому что это все стоит денег. Мы рекомендуем регистрироваться в Делавере именно стартапам, потому что у них такая специфика, что им очень часто нужно менять, ну, или не очень часто, ну, скажем, в течение года, может быть, один или два раза нужно менять уставные документы, которые подаются в Штат. С Калифорнией конкретно... Появляются новые инвесторы, или что? Ну, появляются инвесторы, да, им нужно менять количество акций, которые позволяют быть выпущенными. И с этой точки зрения с Калифорнией немножко трудно иметь дело. Калифорния, вот, насколько здесь хорошо находиться, вот именно, находиться и делать бизнес, в плане законодательства, в плане того, что вот Штат мог бы сделать хорошую систему, чтобы людям хотелось здесь регистрироваться, это не этапа. А вот, я извиняюсь, практический вопрос. Вот, допустим, вот Максим сделал свою компанию, и он, когда компанию делает, он, наверное, думает, что будет прибыль у него когда-то. С точки зрения вот той прибыли и налогообложения, если он здесь делает бизнес, он все равно все налоги калифорнийские заплатит, даже если зарегистрировано в Долавере, или это помогает ему как-то вот с налогами? Значит, когда компания зарегистрирована в такой юридикции типа Долавер, где никто на самом деле не находится, то в Долавере платится это называется franchise tax. Это, в общем-то, налог за то, что там зарегистрировано. Но, дальше те штаты, где находишься физически, они говорят, нет, ты же у нас делаешь бизнес, ты же тоже у нас получаешь наши ресурсы, ты пользуешься тем, что у нас так хорошо. Поэтому во всех штатах, где компания имеет офисы, где они имеют операции, там нужно тоже платить как минимум franchise tax. Значит, в Калифорнии franchise tax составляет 800 долларов в год, что на первых этапах, на корпорацию, что кажется, что много, когда в компании вообще нет никаких денег, когда никаких операций толком нет. Когда мы говорим про компанию как Apple, например, которая зарегистрирована в Калифорнии, и у них тоже 800 долларов в год, мы понимаем, что это 80 долларов, а в Долавере там начальная цена гораздо ниже, там где-то получается 350, в год. И вначале можно, стартапам это очень нравится, но потом, когда компания стоит много, то это идет как, там, некоторая формула есть, в которую я сейчас не буду вдаваться, но это получается, может оказаться 30, 40, 50 тысяч, а может быть и больше. я хотел бы еще один шаг в сторону расширения вопроса Максима, то есть, когда он говорит, что Силиконовая долина по сравнению с Калифорнией, Силиконовая долина по сравнению с Деловером, с другими штатами, Деловер, популярный штат, я теперь хочу так, а вот, скажем, Силиконовая долина, ну, или вообще Деловер, вообще любое место в США, по сравнению, скажем, там, я не знаю, с Каймановыми островами, мы решили, что он, Максим хочет прибыль получать, и он думает, а если я вот на Каймановых островах или там на Кипре, а офис открою здесь, так, а я зарегистрировал, вот я живу в России, фирма у меня на Кипре, вот офис у меня в Силиконовой долине, вот как-то я могу с налогами что-то? Ну, это на самом деле очень такой сложный вопрос, я понимаю, это очень серьезный вопрос, его нужно так сесть и расписать поверхностно, вот на самом деле. В принципе, это вопрос для налогового адвоката, которым я не являюсь, поэтому я так поверхностно могу ответить, но детально это нужно уже с экспертом конкретно по налоговому праву. Но есть некоторые моменты, то есть, например, если бизнес в США, да, то есть вот у нас все операции в США, да, а бизнес зарегистрирован на Каймановых, с точки зрения налогообложения, это не важно, потому что со всех операций в США все равно будет налог США. Окей, то есть это может быть для действительно каких-то международных операций? Для международных операций. Вот, и второй момент, что если владельцы компании находятся в США, больше чем 50% компании ей владеют жители или корпорации США, то эта компания полностью подпадает под американское налогообложение. Значит так, российская компания добывает алмазы в Якутии, зарегистрирована на Каймановых островах. 70% компаний покупают Microsoft и Apple. Так? Американские как бы, да? Получается, американские корпорации владеют больше 50% их бизнеса и теперь, что получается, они будут платить налоги в США? Эта компания будет подпадать под налогообложение США точно таким же образом, как если бы она была зарегистрирована в Вашингтоне, в Долавере, где угодно. Окей, то есть мы не знаем, как с них возьмут, но мы знаем, что с точки зрения закона они как американская компания. Я хочу сказать, что там целый мир всего, и когда с адвокатами разговариваешь, думаешь, плюнут бы на все и ехать в Эдетурю, прям, знаете, как в анекдоте, но... Все не так плохо. Ну, дай Бог, дай Бог. Я еще что хочу сказать. Я почти 20 лет уже как бы бизнесом занимаюсь в Соединенных Штатах, и первый мой опыт был очень болезненным, что ли, именно в силу того, что мы с партнером тогдашним, как бы совершенно нам не нужен был никакой адвокат, мы так вот договорились, понеслось, а когда уже появилось, что делить, нам очень дорого встало это все. Я, поэтому, как бы я через боль и через опыт я могу сказать, что дешевле сразу привлечь специалистов, чем потом на заднем фронте что-то такое спасать, но... И я думаю, что и за пределами США, и мы здесь в США, мы знаем, что услуги адвокатов очень находятся в копеечку, поэтому я даже не спрашиваю, какая там часовая ставка у разных адвокатов, я понимаю, что там есть варьируется и так далее, но все-таки вот у нас Максим, вот он смотрит на какой-то стартап. В какой момент, вот где этот триггер, который должен сработать, и чтобы он сказал, мне сейчас уже без адвоката дальше я обойтись не могу, в какой момент возникает потребность, реальная потребность, не то, что он осознал или не осознал, а уже с точки зрения профессионалей, когда он уже не должен дальше идти без адвоката. Ну, я бы сказала так, что вот этот вопрос, он упирается в другой вопрос, когда нужно регистрировать компанию, потому что в тот момент, когда нужно регистрировать компанию, нужен адвокат. Я не верю в это инкорпорирование через какие-то онлайновые системы, где за, не знаю, 200, 300, 400 долларов тебя инкорпорируют, потому что они делают какой-то кусочек работы, и когда не понимаешь, как это досконально, то непонятно, что это за кусочек и что еще остается сделать, и все равно то, что остается сделать без адвоката не сделаешь. Поэтому на том этапе, когда человек понимает, что да, вот я уже серьезно этим всем занимаюсь, я там понял, что я хочу быть на американском рынке, я понял, что я хочу американский стартап, в этот момент нужно говорить уже с адвокатом о том, чтобы адвокат помог... Ну, вот мы, например, вот наша компания, да, мы, ну, Лас-Алта, Software Testing House, мы инкорпорировались, ну, просто пошли и инкорпорировались, значит, мы ничьими услугами не пользовались, но просто, если бы я хотел, скажем так, если бы я думал пойти куда-то и получить денег под будущее развития, я бы уже так не должен был делать. Да, ну, то есть, можно инкорпорироваться довольно легко, это правда, то есть, в Америке, в Калифорнии, в Геловере само инкорпорирование это одна бумажка, да, вот в самом таком минимальном варианте. Articles of Incorporation. В Калифорнии это Articles of Incorporation, в Долавере это Certificate of Incorporation, можно очень просто это сделать, но вопрос, а что дальше, да, то есть, вот, если мы говорим про семейный бизнес, да, то практически неважно, да, можно сказать, у меня 100 акций, у меня 10 тысяч акций, это абсолютно неважно, 10 миллионов акций раздали пополам с супругой, да, или там полностью владеет один акционер, все это неважно, потому что никто на это никогда не смотрит, там можно быть LLC, можно еще чем-то, практически неважно, да, с точки зрения стартапа конкретно, который понимает, что у него будут инвесторы, инвесторы будут делать due diligence, да, они будут смотреть на все корпоративные бумаги, им будет очень важно, что в этих бумагах, мало того, им важно, чтобы, например, эти акции, которые получили основатели бизнеса, чтобы на них был вестинг, а у меня есть отдельное видео по вестингу, которое можно будет посмотреть. Я думаю, что ребята просто не знают, что это, я бы не хотел сейчас вестинг. Нет, нет, у меня есть отдельное видео, которое можно дать ссылку, окей, хорошо, вот, про то, что такое вестинг, но, это все должно быть правильно задокументировано, и тогда, во-первых, инвесторы будут иметь как-то больше уверенности, что вот этот основатель вообще понимает, что он делает, да, что он не делает каких-то сумасшедших вещей, которые потом будут дороже чинить, а во-вторых, то есть, не нужно будет чинить. То есть, это как бы признак адекватности, с одной стороны, и признак того, что человек, ну, как бы, я понимаю, что происходит, человек говорит, а если не получится, то сейчас потратил деньги, а потом не получится, а я вроде как зря потратил, и так далее. Я помню массу историй, там, это адвокатов, я знаю, много адвокатов, вот, когда человек там что-то делал, потом уже потратил 100 тысяч, потом с партнером поругался, бросили 100 тысяч, и разошлись, поэтому, еще не у каждого есть 100 тысяч. Значит, обыводь есть, но жалко. Значит, что я хочу спросить, я как бы за Максима, я сейчас адвокат, так сказать, такой, общественный адвокат, его интерес представляю, значит, что я хочу понять, ну, хорошо, ну, вот, допустим, я маленький стартап, у меня ничего нет, у меня есть настроение, у меня есть желание, там, что-то, в какой-то момент мы приходим к тому, чтобы там, надо зарегистрироваться, то есть, уже к тому моменту, когда уже я вижу, что мне деньги дают, или там почти дают. Ну, или хотя бы, что вы собираетесь уже идти, получать деньги. Хорошо, намеки есть. Теперь, допустим, мне дают там 200 тысяч, там, я не знаю, ну, я хочу тебе 200 тысяч на бизнес же потратить, правильно? Ну, считаете, что это часть бизнеса, это, это есть бизнес расходов, вам нужно снять офис, вам нужно нанять людей, вам нужно нанять авокатов. Вопрос, я не спрашиваю там про часовые ставки, я начал было уже говорить, что я понимаю, что они разные, туда-сюда, но, и мне как вот бизнесу, не так важно, сколько там они в час, но, но все-таки, сколько мне стоит, вот, какой-то пэкетч минимальный, вот, чтобы с ним можно было дальше ходить, вот, какой у меня необходимый расход, мимо которого, меньше которого я не пройду. Но наша фирма предоставляет пакет, вот, как раз для таких услуг по регистрации компаний, и плюс все остальные вещи вокруг этого, которые нужны, чтобы уже действительно идти к инвесторам, уже чтобы там были разданы, розданы акции, чтобы уже там, если какие-то консультантские договора были заключены, если это нужно, если есть консультанты, которые работают. Да, то есть, чтобы интеллектальная собственность принадлежала компании, это самый главный вопрос, который инвесторы вам зададут, да, потому что инвесторы инвестируют в команду и в технологии. Если технология не принадлежит компании, то все, инвестор ушел. Ну, все-таки, а сколько? Да, значит, этот пакет стоит 5 тысяч долларов. То есть, это, как бы, я понял, что не только вы это делаете, то есть, это примерно цена такая по индустрии. Ну, цены, на самом деле, очень варьируют. У нас фирма маленькая, соответственно, у нас цены могут быть ниже, чем в больших фирмах. Вот, я уверена, что если вы там проинтервьюируете 25 адвокатов, то нужно задавать это, знают ли они, как это нужно делать для стартапов. Потому что есть очень много адвокатов, которые специализируются по малому бизнесу. И они делают вещи немножко по-другому. Они не делают это так, как привыкли это видеть венчурные капиталисты. И будет, значит, опять же, вопрос у венчурных капиталистов, почему это как-то выглядит странно и стоит ли не связываться с людьми, которые даже не понимают на таком базовом уровне, как это должно быть сделано. Ну, вот, я помню, песня была там такая, советское наше детство, там, трус не играет в хоккей. То же самое, я думаю, что и стартапы успешные тоже не каждый создает. То есть, надо на самом деле иметь достаточно много интеллектуальной такой энергии и навыков всевозможных, чтобы делать исследования, подбирать партнеров, не ошибаться. При всем, при том, что вы будете ошибаться, и это тоже, естественно, часть процесса. И мы все, кто в бизнесе когда-то был, значит, и есть, мы все вам скажем, что если вы видите успешного человека, и так смотришь на него, думаешь, вот это успешный человек. И вы не представляете, сколько раз этот успешный человек обламывался. Разница между успешным и неуспешным не в том, что успешный меньше обламывается, а тем, что успешный, он из каждого облома какой-то полезный такой выход для себя имеет, говорит, ага, говорит он, и в следующий раз он делает это лучше. Плюс элемент везения. Ну, это, да, есть такая, есть такая, знаете, точка зрения, что говорит, что везение, это когда, значит, подготовленность, да, встретилась с оппортиницией, с возможностью, то есть, вот когда возможность есть, он должен быть готов, чтобы на нее вскочить, оседлать, и там что-то такое сделать. В течение обстоятельств. Да, поэтому я хочу закончить вот этот разговор тем, чтобы пожелать всем тем людям, которые предприимчивы по своей натуре, и которые думают, может быть, о возможностях бизнеса в Соединенных Штатах, и венчурного, и такого, как бы, технологического, вот, успехов, и, в общем-то, все в ваших руках. Это вопрос времени, это вопрос усилий, это вопрос того, что вы хотите сделать что-то хорошее, а не просто вот как-нибудь денег заработать. Первое, что вы должны себе сказать в любом бизнесе вот, что я хочу такое сделать классное, да, чтобы все сказали вот это да, и пришли с деньгами, вот, поэтому я вам всем желаю в этом смысле успеха, каждый может, если даже сейчас вы думаете я этого не хочу и никогда делать не буду, это может измениться. Очень многие люди, которые сегодня в бизнесе, когда-то думали, что они никогда не будут в бизнесе, и я сам такой, поясню. Говорят, что предпринимателями становятся, успешными предпринимателями становятся тогда, когда есть какая-то проблема, и никто лучше не смог, чем ты сам, и уже думаешь, ну, кто-нибудь бы другой лучше бы сделал, ну, вот некому, и делаешь сам, потому что понимаешь, что эта проблема большая, и вот у тебя, это мой случай, это прямо мой случай, но это вот, я говорю, здесь много семинаров, я на них часто попадаю, я слышу, как умные люди рассказывают о том, как, в общем-то, это делается, говорят, что это практически единственное, как вот стать успешным предпринимателем, да, люди, которые сильно просто думают, надо бы что-нибудь такое вот сделать, вот сейчас все делают, и мне тоже что-нибудь надо, и вот я там заработаю, это как начало тоже не плохо, как начало, они вырастут потом, может быть, может быть, я надеюсь, что вырастут. Но самое лучшее, это начинать от проблемы, и от элегантного, нового технологического решения этой проблемы. И у меня на канале Silicon Valley Voice есть несколько видео, которые мы делали, может быть, пару лет назад, полтора года назад, из очень большого, известного стартап-инкубатора, и я в конце вот этого видео поставлю ссылки на видео, которое мы там снимали, у нас было, может быть, три или четыре, там очень интересно, и вы видите там конференции, где сидят инвесторы, и перед ними ребята выходят, у них две минуты, и он должен за две минуты объяснить, что там у него есть, и после этого они там собираются, если инвесторы заинтересовались, они подходят, разговаривают, и денежки дают, и так далее, вот я вам дам ссылки на эти видео. Ну, ребят, счастливо, и задавайте вопросы, я не могу каждый день с Иной встречаться, беседовать, но на самом деле, когда вопросы подкопятся, я... Нормально, да, если мы так? Да. Вот, мы поговорим на эту тему. Тогда мы с вами ответим на ваши вопросы. Ладно, счастливо. Стокгольм, Бобей, Пекин, Токио, Инна, где мы находимся? Мы находимся в нашем Coworking Space. Это то место, куда... В основном, им пользуются наши компании, которые основаны где-то, например, в Европе. основатели приезжают на 2-3 недели и они могут здесь прийти с своим лаптопом. У нас Wi-Fi подключен, то есть они могут делать звонки, они могут делать какую-то работу. Заодно мы... Какую-то вы часы заказали с Москвой? Заказали, еще не пришли. Ну и, естественно, друзья, если вам понравилось наше видео, то нажмите кнопку лайк под этим видео.